Итак, «Бунтарский хребет» — новый фильм на Нетфликсе. И можно сказать, что история бывшего Морпеха Терри Ричмонда напоминает роман Ли Чайлда о приключениях Джека Ричера. С коррумпированными копами в центре сюжета и постоянным экшеном, этот захватывающий двухчасовой фильм заполнил пустоту, оставленную отсутствием Джека Ричера. Он оказался достойной заменой. С не самым убедительным финалом и возможным продолжением давайте разберем видео и обсудим все ключевые моменты этого фильма. Вот обзор «Бунтарского хребта» и объяснение концовки. Предупреждаю, видео содержит спойлеры. Объяснение концовки. К концу фильма Саммер оказывается в руках полиции, а Терри отправляется спасать ее, намереваясь в разоблачении коррупции полиции, глубоко укоренившейся в Шелби-Спрингс. Шеф Сэнди Бирн, по сути, проводил операцию, где он захватывал наличные, якобы законно. Деньги возвращались в город на поддержание полиции и улучшение города. Это также означало, что налоги не были высокими, позволяя ему продолжать управлять полицией, независимо, что давало ему контроль над законом в городе, вместо того, чтобы его передали высшей власти, чего он боялся. Поэтому коррупция была ключевой, а арестованных за мелкие нарушения эксплуатировали. Многие офицеры были на его стороне и проявляли жесткость при арестах. Поэтому Саммер нашла дела с высоким залогом. Как у Майка, кузена Терри, все сидели 90 дней. Через 90 дней записи с камер удалялись, что означало, любые проблемы, которые могли возникнуть у обвиняемых, не имели бы доказательств в суде, так что полиция могла все скрыть. Однако были SD-карты с записями, и когда Терри шел в полицейский участок, мы видели, что он планировал их обнародовать, что раскрыло бы истинное лицо копов. Но на улице Джессика предала его, что удивило меня, так как я думал, она будет на его стороне. Это привело к уничтожению SD-карт с записями, включая арест его кузена Майка. Без козырей казалось, что Терри убьют на месте, но офицер Эван встал на его сторону из-за своих моральных принципов. Затем началась перестрелка, в которой шеф застрелил Эвана. Во время перестрелки упоминалось, что регистратор записывал три минуты до включения фар, значит, вся стычка была бы заснята на камеру, включая и то, как шеф выстрелил в Эвана. После того, как Терри убрал многих офицеров, он включил фары, активировав камеру, и уехал с Эваном в машине и Саммер сзади. Оба восстанавливались от ранений. Терри ехал в больницу, полиция его преследовала, и хотя у шефа было преимущество из-за простреленной шины Терри, неожиданно Джессика вмешалась, врезавшись в машину шефа, и привлекла его к ответу за все его действия, в итоге арестовав его. Затем мы увидели, как два другие патрульные машины перешли на сторону Терри и больше не пытались его поймать, а вместо этого сопроводили его в больницу, чтобы Саммер и Эван смогли получить необходимую помощь. Последнее, что мы видели в фильме. Терри вырывает видеорегистратор, где была запись всего произошедшего днем. Чтобы ее не удалили, он крепко держал устройство. Затем фильм резко обрывается, без развязки или понимания, что случилось после того, как он сидел в зоне ожидания больницы. Хочется верить, что коррупцию в городе искоренили, а шефа и офицера Стэна арестовали вместе с другими. В центре фильма были темы полицейской жестокости вместе с расизмом в полиции, будь то особое отношение к Джессике среди других офицеров, сокрытие записей с нагрудных камер, или даже слова гражданских, когда Джессика сажала Терри в машину. Думаю, этот фильм точно мог бы иметь продолжение. Честно, с таким концом я бы с удовольствием посмотрел, как они снимут второй фильм. Мое мнение о фильме, честно говоря, он сильно напомнил мне первый сезон Ричара на Amazon Prime Video. Город под контролем продажных копов и один человек на стороне их соперника. Терри и Саммер почти как Ричар и Роско, но без романтики. И это нормально. В контексте фильма это сработало. Давно не было ни сезона, ни даже серии Ричара. Так что этот фильм заполнил пустоту и дал мне ту дозу, которую я обычно получаю от сериала. Хоть и похоже на Ричара, фильм создал свою идентичность. Легко представить, что Netflix снимет еще такие фильмы. Учитывая отсутствие исходного материала для Терри Ричмонда, сценаристы, по-моему, справились хорошо. Отличная работа над сюжетом, история захватывающая, мир казался проработанным. И я не знал, что будет дальше, поэтому сидел на краю кресла. В таких фильмах экшн-сцены определяют все, и я считаю, что они не разочаровали тем, что показали. Они сделали акцент на крупных планах в боевых сценах, что создавало эффект погружения при просмотре, особенно в финальной схватке, где все в дыму и Терри приходится ориентироваться. Мне понравилось, что вначале мы не знали, насколько опасен Терри. А когда раскрылось его предназначение в США, стало ясно, что у него есть козыри в рукаве. Когда это раскрылось, фильм по-настоящему вошел в свой жанр и обрел собственный стиль. Аарон Пьер отлично сыграл Терри, и зритель был на его стороне на протяжении всего фильма. У него не было особых эмоций, как у Ричара, но, похоже, это было намерено. Его таинственность, аура и полное превосходство над всеми впечатляли и создавали отличное зрелище. Когда герой спокоен, зная, что справится со всем, это особенно приятно смотреть. Концовка показалась резкой, что было интересным решением. Не было ощущения развязки, и сначала это разочаровало, но чем дольше я думал, тем больше понимал, что такой подход был намного сильнее. Фильм не закончился счастливо, что, думаю, не соответствовало бы общему тону. Коррупция была в основе этого города годами из-за шефа, а у Терри было видео, и некоторые копы меняли сторону, мы надеялись, что это положит конец тому, что творилось, и город начнет улучшаться. Получила ли Саммер опеку над ребенком, за что она так боролась? Выжил ли Эван Марстон после ранений, и куда подался Терри Ричмонд? Вопросы остались, но это хорошо, заставляет задуматься. Думаю, если будет сиквел, мы это узнаем. Я бы реально хотел увидеть продолжение этого фильма, потому что, думаю, там много что можно развить, и даже запустить целую франшизу с Терри в центре. Надеюсь, я не один такой, но мне кажется, что многое из того, что Нетфликс выпускает в последнее время, как-то не очень и будто сделано без особых усилий. У нас была цельная история, убедительная игра, глянцевая картинка и четкий мир, в который нас погрузили. Это одна из лучших работ Нетфликса за последнее время. Отличный фильм для пятничного вечера, и сейчас как раз пятница, так что если вы смотрите это видео в пятницу, заканчивайте и включайте фильм. Не пожалеете. То же самое можно сделать в любой другой день недели. Ладно, теперь хочется пересмотреть Ричера. Увидимся. Вот и все. Объяснение концовки Rebel Ridge. Субтитры создавал DimaTorzok